Всем привет, любители ароматного табака! Давненько сигары не снимались, сегодня исправим эту оплошность. Поговорим мы сегодня о сигаре Вегафина Никарагуа Робуста. Вот такая вот сигара. Подарил мне ее человек, называющий себя в интернете Сяго Кочерявый, за что ему огромное спасибо. Значит, что по сигаре? Ну, марка Вегафина впервые родилась на Кубе, потом, понятно, революцию, убежали. В настоящий момент эту марку с успехом воспроизводят в Доминиканской Республике. В Доминиканской Республике конкретно эта сигара собрана из некругланских табаков, что, в общем-то, следует из названия. Неинтересный такой поворот, то есть, в Доминикане полно своего табака, но при этом эту сигару крутят из некругланского. Ну, маркетинг, не знаю, друзья, не знаю, в чем интерес, но вообще это такая достаточно распространенная история, поэтому, ну, не новость. Не новость. Не понравился, видимо, домороченный табак, либо какая-то попытка экспериментов. Не будем в этом разбираться, сделали, сделали. В общем, лично мое отношение к бренду был период, когда он мне очень-очень-очень сильно нравился. Я достаточно много его курил. Ну, действительно были интересные сигары, но потом случилось так, что мы с приятелем приобрели коробку, лимитированную коробку вот этих сигар в Легофина, и из, по-моему, десяти штук восемь сигар оказались совершенно пустыми, то есть, ну, совершенно безвкусными. Вот, поэтому я на марку обиделся, и сейчас крайне редко ее курю, только там, по случаю, ну, или вот, как в данном случае, когда хороший чай подарят. Надеюсь, что сегодняшняя сигара меня не подведет. Да, знаю сейчас будет в комментариях, что плохое хранение, нет сигара. Те плохие сигары были куплены в Доминикане, привезены очень быстро, поэтому, ну, вот, косяк фабрики, что называется. Ну, давайте посмотрим, что у нас конкретно с этой сигарой. Красивый покров, маслянистый, приятный, очень тонкий. Венки такие небольшие, плотно, очень плотно сигар скручена. Есть небольшие провалы, вот здесь у ножки чуть кривоватые, вот здесь у шляпки, но, в принципе, не критично. Крутка плотная, в общем-то, внешне хорошая, хорошая сигара. Единственное, что, видимо, в линейке много разных сигар, и, ну, не знаю, по какой причине, может быть, выпускаются сигары разных рингов, более толстые, и банты, видимо, одни и те же делают, и вот его плохо приклеят, то есть он вот, ну, вот, то есть, ну, не айс, не айс, то есть, видно, что великоват, там, эта сигарь, давайте его снимем сразу. Посмотрим сейчас, что у нас в незажженном виде, но это такие придирки больше, но из этих придирок, в общем-то, и складывается общее ощущение о сигаре. Приятно пахнет, медовые, сладковатые перчатые ароматы, немного животных ноток, хорошо, хорошо. На срезе, ну, тоже животные нотки, черный чай крепко заваренный, такая выдержанная, единая, ароматики сигары, покров и срез. Как всегда сел и взял приборы, нет, вот рояль в кустах. Сейчас окажется, что газа нет. Да. Хочу встать и уйти, но не получается. Давайте так попробуем. Даже интересно будет. Что называется в походных условиях. Хорошая тяга у сигары. Интересные, древесные такие ароматы, слегка хвойные. хороший старт. Очень приятный, хороший старт. И тяга, хорошая. Такая прям дерево, дерево, дерево. Очень объемный, приятный аромат, сладкий. Ну что, первое впечатление отлично. И внешний вид, и запах, и первые тяги. Давайте повернемся на половинке, боюсь я сигару перегреть. Ринг маленький, сейчас, если буду сильно тянуть, перегреется. Встретимся на половинке. Ну что, друзья, плане сигара позади. Хорошо сигару курица, очень красивый, белый. Пепел остается, чудесно. Приятная, чуть-чуть затрудненная тяга, но мне это нравится, я Куба люблю. Кто часто смотрит мои ролики, это знает, поэтому мне такая тяга, прям то, что надо. Что по вкусу ароматики, друзья? Ну пришел так нежданный мной легкий, легкий некурганский перчик, но к чести надо сказать, что ну не слишком он доминирующий, такой скорее в послевкусии, вот здесь в гортане такая легкая перчинка стоит. Основная вкусовая доминанта осталась та же, это дерево, сладковатое, с таким смолистым объемным послевкусием, легкая медовость. Приятная, друзья, сигара во всех отношениях приятная, но вот перчик, перчик немного картину портит, так в принципе все хорошо. Крепость у сигары есть, сигар не пустая, но учитывая, что формат все-таки у нас сегодня небольшой, поэтому крепость не конечно же запредельная. Посмотрим, конечно, чем закончится, бывают исключения, редкие, что маленькие сигары бывают очень крепкими, но я думаю, что это не тот случай. Курим дальше. Ну что, друзья, докурим нашу сегодняшнюю сигару. В принципе, ароматика не очень поменялась. Единственное, что на первый план начинает древесный уголь выходить и легкая-легкая зольность. Ну, зольность начала мелькать где-то с пол сигары, не очень, это здорово. Портила она, так сказать, все обеднюю. По большому счету общее ощущение от сигары приятное. Древесная, хвойная, сладкая, слегка медовая, с легким перцем. Приятно, друзья, приятно. 28 из 30 баллов. Небольшая, легкая, интересная сигарка. слава богу, не пустая, что, как я опытно выявил, у этого бренда бывает. Сябис, огромное спасибо за сигару, вам спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok